МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал «Спорт» рад предложить вашему вниманию тележурнал «Вид сверху». Сегодня в программе... Аарон Джексон знакомится с русским балетом. Что такое? Балет. Баскетбол не только делает нас лучше, но и лечит. Нимбург старается играть большие матчи в Праге. На этот раз расписание не позволило разминуться с хоккеем, и казанцев львы принимали в своем уютном, хоть и скромном зале. Чешское гостеприимство распространилось и на первую четверть. Уникс вышел на паркет в роли фаворита и катком прошелся по хозяевам. Едва ли не каждый в зале хотел покинуть трибуны, чтобы не видеть этого позора. 20 очков разницы и никаких перспектив. Да еще и гости, уверенные в своих силах, вместо того, чтобы сбавить обороты, включили более высокую передачу. Сработал инстинкт убийцы, активировался прессинг по всей площадке. И удивительно, что команда Кистутя-Сакимзура не сломалась под напором лидера. Нимбург взбодрился настолько, что устроил удивительную по продолжительности погоню, растянув камбэк на 20 минут игрового времени. И все самое интересное оставило на концовку. При разнице 14 очков Чак Эйтсон получает такой блокшот, что желание идти под кольцо пропало напрочь. Нимбург сократил отставание сначала до 9 очков. Сенсация приближалась. Но удачный отрезок вывел Максим Шеликета. Пять очков подряд пожар потушен, а вот этот перехват вывел форварда и строя на неопределенный срок. В борьбе за еще одно владение для своей команды пришлось пожертвовать коленом. У хозяев еще были шансы спастись, но хладнокровие фаворита усмирило непокорного льва. Настроение команды после поражения в Кубке Европы было неважным. И это сказалось в дебюте сегодняшнего матча, который мы провели просто ужасно. Мы теряли мяч и давали им забивать легкие мячи в проходах. Но мы здорово сражались и смогли вернуться в игру. Однако на погоню ушло слишком много сил, которых нам и не хватило в концовке. Сегодня у них был лучше. Хотя, если бы не стартовый провал, победить могли и мы. Мы падаем в такую грязь, так глубоко, что потом нам так нужно столько энергии приложить, что может быть даже в конце где-то там что-то из этого, что вот нет, этой энергии не хватает чуть-чуть. Может быть это и решения такие. Расслабились, не расслабились. Наверное, дали им почувствовать тихую игру, которая не играет от нападения. То есть забили много очень трехочковых, которые мы им сами дали. И уже было немножко тяжело их остановить в конце, потому что они почувствовали свою игру. И поэтому так вот такая тяжелая концовка получилась. Литва уже давно стала Ватиканом европейского баскетбола. Здесь баскетбол – религия, а игроки – боги. Маленькая страна, но большая спортивная история. Любой успех литовского баскетбола означает большой праздник в столице. В Вильнюсе не нужны афиши и реклама. Каждый житель знает, когда играет Летоус Ритос и кто соперник на этот раз. Летоус Ритос долго шел к вершинам, и сейчас это клуб номер один в стране. В далеком уже 1964 году появилась Статиба – легендарный литовский клуб номер два. И только в 90-х клуб, получив новое название, всерьез связался в борьбу за лидерство. Одним литовским утром над Вильнюсом взошло солнце. Коллекция трофеев пополнилась мгновенно. Очень кстати, закончилась стройка новой Симонс-арены, и теперь здесь регулярно собираются аншлаги. 11 тысяч зрителей, влюбленных в баскетбол – мечта любого игрока. На этой арене проходят концерты, и летом играет сборная Литвы. Но хозяин в этом доме – Летоус Ритос. Я каждый день не хожу здесь, но вот как раз, когда посмотрю на эти медали, так и есть такая гордость, что клуб только у нас 16 лет, а столько много уже завоевывали, столько много уже мы достигли, не только в Литве, но и в Европе. И Тулшита знают уже все. Это Еврокап, это наш второй клуб, о котором мы завоевали в 2009 году. Мы выиграли у Хима когда в финале, и я помню, что до конца матча оставалось 3-4 минуты, и мы еще проигрывали. И потом был такой рывок, и мы там выиграли, и было всем неожиданно. Потому что у Хима тогда был очень прекрасный состав, и много этих звезд, так что было, есть что вспомнить. Вот наша юниорская команда два года назад выиграла Евролигу. Наша история не такая большая, длинная, но через эти 16 лет много выдающихся игроков, таких как Матиялска, Щишкалскас, Есихиавичус, Кулкенас, Явтокас, они же начинали путь в Литву-Васлитос, и не играли здесь, делило первые шаги. Когда 11 тысяч зрителей встречают свою команду, плохо играть не получается. Для нынешних лидеров команды Ренальда Сейбутис и Дариуса Сангайлы это большая гордость. В воле у судеб, одни из лучших игроков своего поколения, признание получили за границей. И впервые в карьере получили возможность играть на родине. Приглашению атлета Усридас пришлось очень кстати. Так получилось, я уже так настроился, что хотел в конце карьеры, чтобы поиграть в Литве, в домашних командах. И так сложилось, что у Литву-Васлитос у них было такое предложение ко мне, и я согласился. Играл в Олимпиакос, играл в Испании, играл в Турции. И потом, когда мне позвонили Литву-Васлитос, совсем много не думал и хотел вернуться домой. И в таком большом клубе я очень рад, что теперь играю в третий год. Старт сезона для команды вышел неоднозначным. С одной стороны, удалось пройти квалификацию Евролиги и даже обыграть в единой лиге фаворита сезона – Краснодарский локомотив. Но несколько осечек вернули Ритас с небес на землю. Одного таланта для больших побед не хватает. И в такой момент нужна поддержка трибун. На глазах 11 тысяч фанатов случаются чудеса. И ради этого Сейбутис готов в одиночку вытаскивать матчи. Когда выигрываешь такую команду, как Панатанай Кос, это побольше. В этой стране в баскетбол верят с рождения. И каждым литовским утром начинают ждать вечера, когда на паркет вновь выйдет Летовус Ритас. Баскетбольный клуб «Астана» уже совсем не тот новобранец, который только осваивается в единой лиге. Теперь это уже серьезная банда, которая способна преподносить сюрпризы. А для «Химок» очередная проверка на прочность. Тем более, что у соперника перед матчем был отправлен главный тренер в отставку. Обычно это встряхивает команду. Так и получилось. Результативные первые пять атак. Гости владеют инициативой и держат удар. Качели, очередность рывков и 30 минут встречи на паркете – абсолютно равная борьба. И только после того, как Марко Поповиш включил свою суперсилу в начале последней четверти, самолично организовав решающий рывок. Определяющий фактор матча – скамейка запасных. Резервисты «Химок» разгромили скамейку «Астаны» с разницей 30 очков. Победа подмосковной команды с учетом стартовых пятерок чуть скромнее – 96-75. Мы продолжаем. И во второй части программы. Аарон Джексон против балерины. Что такое? Белли. А Рэнди Калпеппер знает не только, как стать лучшим снайпером единой лиги и взлететь на первую строчку хит-парада. И Виталий Фридзон второй раз стал медалистом Лондонской Олимпиады. Перед матчем Евролиги ЦСКА Фенербахче Виталий Фридзон второй раз за карьеру получил бронзовую медаль Олимпиады в Лондоне. Награду нашла своего героя. Летом сборная России почти в полном составе ходила в больницу с важным делом – навестить своего болельщика. Паша Гулой очень любит баскетбол, но борьба с лейкемией не позволила парню тренироваться. Игроки сборной поддержали Пашу, подарили сувениры и пригласили на товарищеский матч с Украиной. До болезни Паша сам играл в баскетбол и мечтал встретиться со своими кумирами. В перерывах между курсами химиотерапии Паша находит себе силы и выходит бросать мяч в кольцо. Сейчас все курсы лечения пройдены и врачи не обнаружили злокачественных клеток. А уровень гемоглобина стремительно идет наверх. Такое внимание просто. Это реанимус, что мы можем сделать, чтобы помочь в нашей ситуации. Ваша поддержка важна была для меня в тот период, когда мы были в конкурсе считали. Был такой подъем, что невозможно. Постоянно одна и та же обстановка, одни и те же люди. Мысли одни и те же. Болезнь отступила и подарки от баскетболистов совсем скоро пригодятся на площадке. Теперь Паша мечтает вновь выйти на паркет. Пока армейцы приходили в себя после поражения в Евролиге, единственный играющий функционер Единой Лиги ВТБ готовился возобновить карьеру. Дмитрий Герасименко 35 лет. Исполнительный директор завода «Красный Октябрь» и президент одноименного клуба. Впервые в сезоне он собирается выйти на паркет в матче с ЦСКА. Спустя 15 лет большой баскетбол вернулся в город-герой Волгогран. Спустя три месяца я, Дмитрий Герасименко, бывший игрок в Суперлигии, вернулся в стан своей команды. Это большой итог развития моей карьеры. Я хочу забить несколько очков в ЦСКА. ЦСКА держитесь! Многолетний чемпион и дерзкий дебютант. Давид и Голиаф. Защита и нападение. Можно придумать много вариантов афишек к противостоянию ЦСКА и «Красного Октября». Но кто поверит, что интрига и правда существует? «Красный Октябрь» продолжает доказывать, мечты сбываются. Из грязи в князи, без оглядки по сторонам. Команда, собранная по принципу «с миру по нитке», вновь забыла про защиту, но при этом смогла перестрелять фаворита в первой половине, доставить немало хлопот хваленной армейской обороне и капитулировать лишь в концовке. Эффектность «Октября» не всегда трансформируется в эффективность, но на этот раз гости действительно заслужили аплодисменты. ЦСКА побеждает, «Красный Октябрь» продолжает делать ставку на победу в хит-парадах. А Дмитрий Герасименко провел на паркете небольшой отрезок перед большим перерывом, когда судьба матча все еще висела в воздухе и кольцу не угрожал. Правда, нарушил правила. Три минуты на паркете, один фол, показатель плюс три по системе плюс-минус и лучший показатель в команде. Ну, я думаю, что у нас были хорошие моменты сегодня. Нам не хватило немножко командной общей защиты, потому что мы очень сильно отрабатывали фастбрейк, ЦСКА, смотрели, как они бегут быстро, прорыв, но немножко не хватило, может быть, сил, может быть, ротации в составе. Очень хорошее стремление. Я думаю, что сама идея даже немножко экстремальная. Но если бы в каждой команде, участвующей в ВТБ, был президент, который мог выйти на площадку и понимал, что происходит во время матча, это было бы только на пользу баскетболу и развитию баскетбола. А конкретно по Герасименко, конечно, жаль, что не удалось сегодня мне сыграть. И с другой стороны, я посмотрел, как он играет. И надеюсь, что у нас будет шанс увидеться в Волгограде вдвоем на паркете. Команда у них хорошая. Как бы первый сезон, команда играет от нападения. Для нас была тяжелая игра, особенно после поражения с Фенербахчей. И тяжело ушла первая половина, но раз что во второй половине, нашли способ, стали играть больше в защите. И смогли от них оторваться и завершить игру на победной ноте. Мы начали здорово. Всю первую половину играли в командный баскетбол. А после большого перерыва нам не хватило самоотдачи. Иногда создавалось ощущение, что из раздевалки вышли совершенно другие игроки. Что касается ЦСКА, это отличная команда, и мы знали, что они будут биться до конца. Сегодня они оказались сильнее. Почему не отдали пас Герасименко? Так игра шла очко в очко. Надеюсь, президент еще появится на площадке, и мы с партнерами создадим им возможность для броска. Классичность Айрону Джексон известна всем, кто пытался защищаться против взрывного плеймейкера ЦСКА. На паркете он все делает в такт. Быстро, ритмично и результативно. И в ЦСКА защитник давно стал своим. Но знакомство с Россией только начинает. Я знаю, что в балете высокие требования к дисциплине. Чтобы преуспеть в этом деле, нужно быть по-хорошему одержимым. Необходимо много работать с самых ранних лет. Начинать в подростковом возрасте уже поздно. Это очень сложное занятие. Вот, в принципе, и все, что мне известно о балете. До перехода в ЦСКА о вашей стране у меня были самые стандартные стереотипы. Холод, водка, пробки. Обычно еще упоминают медведей, но их я пока не видел. Если встречу на улицах Москвы хотя бы одного, улечу из России первым же рейсом. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю... Что такое? Байлет! Измотанный матчем Евролиги «Локомотив» приехал на матч с Донецком без двух основных игроков. Деррика Брауна и Сергея Быкова. Но на статусе фаворита это никак не отразилось. Донецк проиграл последние две встречи на своем паркете. Но уже первые минуты поменяли расклад. Сначала хозяева показали, что способны держать удар, а затем перешли в выступление. Рывок 23 и солидный задел в первой половине создан. Осталось только не допустить погоню. «Локомотив» отставания сокращал медленно, но верно, сохраняя интригу до самой концовки. Но еще один рывок пришелся на заключительную четверть. 10-0 и исход встречи ясен. Донецк провел лучший матч в сезоне и одержал заслуженную победу. 86-76. Железнодорожники потерпели третье поражение в единой лиге и пропустили Донецк на третье место в таблице. Самый зрелищный игрок единой лиги ВТБ. Защитник, без которого не обходится ни один хит-парад. Один из лучших снайперов лиги. Новобранец «Красного октября» Рэнди. Шоу должно продолжаться «Калл Пеппер». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Прирожденный снайпер, но и конвейер ярких моментов Мне легко попасть в хитпарад, ведь я небольшого роста Но при этом могу взлететь очень высоко Далеко не все защитники обладают такой же прыгучестью Как я, зато у малышей есть много других способов Попасть в хитпарад У меня в арсенале есть огромное количество финтов, но мое любимое движение – перевод слева направо И я честно признаюсь, что украл его у своего любимого игрока Алина Айверсона Защитник думает, что я пойду влево, а я ухожу вправо И бросаю со средней Другое любимое движение я использую, когда иду на кольцо и вижу, что меня встречает большой Тогда я подвешиваю мяч над кольцом настолько высоко, насколько это возможно До самого потолка, лишь бы соперник не дотянулся и не накрыл бросок Не, слишком поздно Не достанешь Когда остается мало времени – 3 секунды, 2, 1 – остается только запустить мяч в сторону кольца Если при этом вам удастся забить середины площадки – это железное попадание в хитпарад Три, две, одна Существует множество способов доставить мяч в кольцо Но в случае, если у вас нет других опций, можно попробовать что-нибудь сумасшедшее, чтобы попасть в хитпарад Меня зовут Рэнди Калпеппер, я играю за Красный Октябрь И сегодня вы увидели маленькую порцию моих возможностей Самое время познакомиться с турнирной таблицей единой лиги ВТБ Группа А Казанский Уникс продолжает лидировать, несмотря на поражение в Таллине Летовас Рита слихорадит, что привело к отставке главного тренера В группе Б ситуация похожая Осталось только выявить лидера Химки и ЦСКА уже в воскресенье в очном противостоянии Готовятся нанести первое поражение конкуренту Не менее ожесточенная борьба и в подвале таблицы А теперь самое важное, баскетбольный десерт Открывает наше лакомство Евгений и клубничный пудинг воронов Кайл Хайнс отправляет заказ к столику номер 18 Получите, распишитесь Десерт доставлен На четвертой строчке Никита Чак-Чак Курбанов Уникс Казань Тиуэйн Маки накрывает стол Никита Курбанов оформляет заказ Кольца выдержали Оплатите счет Рэнди Шоумен Калпеппер На этот раз в роли ассистента Первая роль в этом моменте Каат Берт Виктор Красный Октябрь Карамельная передача Леденцовый данк Оласенни Лавал и его диетический блокшот прямиком из Казахстана Петери Копанин остался без сладкого Его бросок отправляется в Астану И вишенка на торте нашего хит-парада Эффектный тамагавк от Колмана Коллинза Азов Маш Мариуполь Наслаждаемся и готовимся к новогодним праздникам Не забываем Баскетбол делает нас сильнее Увидимся через неделю